скажи всем привет сидишь ждешь до завтрак давай сиди что папа включил доброе утро ребята я ждала пока у меня отойдет наркоз я сегодня была с утра 8 20 у стоматолога мне два кариеса вылечили два зуба вот прям аж это неприятно как-то разговаривать вот и записали еще на четверг но у меня там капец кажется зубами да немного кариеса так что вот мне это лечит все бесплатно вот потом чаще ведь я на работу просился на полтора часа с работой сидел с дамиром потому что куда я с ним пойду к стоматологу и в четверг ведь это 6 работает а у меня запись на 5 то есть ведь опять придется на часик просить вот такие вот дела сейчас буду дамиру давать кушать готовить а сама не буду есть вот два часа нельзя вот так вот представляете вот это еще во вчерашнем влоге у меня было это я короче телефон на губу уронила лежала кверх телефоном и телефон упал прямо на губу и вот кровь вздулась а то я в прошлой влоге забыла сказать вы наверно думали чем на на губе так что у меня тут вообще по мелочи тут вообще прям по мелочи нужно разобрать стирочку и все и все все так хорошо кстати насчет ухода за лицом я еще парочку забыла сказать то что я не пользуюсь но всем бы советовала это очень помогло мне сейчас покажу под глаза это просто находка лучшее что я когда-либо пробовала они все пустые я их закончила получается в одной коробочке в такой 30 пар то есть 60 штук 30 пар то есть на 30 дней где-то да если каждый день пользоваться вот я с утра всегда я делала вот но у них одна баночка стоит тысячи рублей 1100 1200 как бы их мы бывают разные виды самая моя любимая фирма это вот ков но я долго выбирала такие взять и вот он мне реально помогала особенно если их хранить в холодильнике и после холодильника ими пользоваться вот и этой фирмы мне понравились только эти потому что у них более такая форма подходящая для глаза но вот эта фирма счет обалденная у них еще есть это перу рабе и еще есть голд я очень хотела бы заказать просто сейчас у меня нет средств обновить это но это просто девочки вообще кайф когда у тебя синяки под глазами пуши глаза там я не знаю не спала всю ночь там либо вечеринка какая-то была ну или даже просто из холодильника именно если их на 15 минут вот к глазам прилеплять просто идеально я раньше у меня даже была привычка я сразу просыпаюсь почистила зубы умылась их на дело и пошла там чай пить одеваться в них это все делаю потом краситься вот так что хорошая эта штука эти патчи и посмотреть какие патчи продаются в летуаль там или поштучно там по две пары то это вообще не выгодно вот выгоднее купить за тысячу рублей на целый месяц 30 пар иду вот чем в летуале вот смотрю цены 200 рублей на один раз или 300 рублей на один раз это вообще не выгодно к тебе здесь есть сегодня на ужин думаю у нас что там ножки куриные как всегда вот сейчас достану куриные ножки тоже не знаю цветной капусты сделала ноги ну и у нас еще супик есть суп мы один раз день едим потому что если целыми днями его есть он надоест она так вот один раз день 3 завтрак у нас одно обед у нас там суп а на вечер я стараюсь готовить что-то такое вот второе а у нас еще макарон да много есть макароны гречка спагетти спагетти есть что-то придумать может быть подумаю бац и я здесь наведу красоту захожу на балкон я расстелила ковер пропылесосила его вот так красиво все сделала там все прибрала то есть раньше ну я вам показал да было захламление теперь пожалуйста можно посидеть я еще протру столик можно вот летом будет сидеть красота какая кровать и вот получается единственная увидели посоветуюсь куда микроволновку можно ли ее починить я его каставил вот ну я думаю так все красивенько а ну-ка выйди тут холодно немножко холодно уходим все и вот как бы столик сюда и все хорошо уютно мне прям нравится мерчиком едем к маме потому что на срочно надо вчера конференцию младший брат пропустил старший брат себе смог на компьютере сделать там что-то на сайте зарегистрироваться на компьютере брата младшего не получается сейчас поеду я даже не знаю получится ли у меня ой господи как у меня не двигается честь вот не знаю получится ли я надеюсь потому что у них еще каждый день сейчас конференции эти вот или как онлайн уроки да не знаю будем пробовать в принципе мы никуда в общественные места не ходим на общественном транспорте не ездим я только в больницу езжу сейчас продуктовые и вот на крайняк нужно моим помощи Того така. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Мы приехали. Вот смотрите, что мама дает. Вот смотрите. Положу наверх на запас. Дамир еще плюс пакет там с конфетами взял. Чай ему наливаю. Ай-яй-яй. Теперь даже без тапочек заходишь на балкон и так тепло, то что вот здесь этот ковер. Так прикольно вообще. Много места. Мне так здесь нравится. Красота. Я прям вот не могу нарадоваться. Еще вот очень хочется покрасить потолок. Вообще, блин, классно. Вот. На том балконе хочется тоже уюта такого сделать. Кстати, вчера с Витей поговорили. Он хочет на том балконе его как-то утеплить. Я просто не разбираюсь, чем. Хочет его утеплить, потому что зимой холодно очень сильно. Когда вот минус 35, минус 30. Особенно, когда ветер, это ужасно холодно. Даже с закрытым балконом он его хочет утеплить. Потом сверху обшить. Ну, еще от балкона с него покрасим, то будет вообще красиво, да? Вчера мы выкинули очень много лишних, всяких деревяшек. Оставили только деревяшки, которые вот как на этом балконе стены у нас обшиты. Вот такую оставили. Если она пригодится, может обшить. Ну, все. И я тут ужин готовлю. У меня курочка в духовке. Сейчас вода греется для цветной капусты. Я хочу сделать что-то типа картошки фри. Надеюсь, у меня получится. Так что вот нарезала картошку, почистила. И буду сейчас нарезать тоненькими полосочками. Вот. И жарить в масле. Получается, масла буду много наливать. Оно будет как это, во фритюре. Нарезала картошечку полосочками. Потом нужно обвалять в муке. И дальше покажу, как добавляем в масло. Пришла доставочка на дом. Боже мой, ты такая радостная. Давайте посмотрим вместе, что там. Сегодня буду рассказывать про уход свой для тела. И мне пришло. Так. Конфеточка. Всегда приятности. Вот. Открыточка. И целая баночка скраба. Я этой линейкой антицеллюлитной пользуюсь. Офигенно. Сегодня же попробую. Так что вечером. Все вам расскажу про свой уход за телом. И там будет это. Девочки. Короче, нашла такой классный рецепт. Мне в инстаграме скинули. Вот. Очень классный. Как раз смотреть вечером фильм. Может быть, да. Там еще что-то. Да, в нем есть майонез. Там жареная картошка. Но я решила попробовать сделать такой десертик. Вот. К фильму. Вот. Так что сейчас буду этим заниматься. Мне понадобится та картошка, которую я нарезала мелко. И также, да. Во фритюре ее сделать. Это все остается на местах. Также мы делаем к нему салатик. Вот. Когда положим салатик на блюдо. Сверху вот эта картошечка. И еще сверху такие три сырных яичка получится у нас. Вот. Все это буду показывать вам. А то нам нужно залить кипятком нарезанный мелко лук. Потом сливаем весь кипяток с лука. Теперь в этот лук добавляем чайную ложку уксуса. Потом чайную ложку соли. Без горки. И также чайную ложку сахара. Размешиваем и отставляем в сторону, чтобы замариновалось. Сейчас будет так минут 6-7. Жарится. Всем забыла обвалять в муке. Сейчас вот в муке делаю вторую партию. Положила брокколи с курочкой пока что. Полная закупка. Вот. Смотри, что папа купил. Ёлк. Коктейль. Бери. Да, коктейль. Бери. Еще коктейль. Ты уже курицу покушал? Еще бабочки. Два огурчика. Два огурчика. Да. Куриная грудка. И что? Куриная грудка. Иди. Игурка. И еще хлебцы. Три пачки такие. И еще две пачки. Вот такие. А папа печеньки. Сегодня вот мы сделаем блюдо гнездо. Так, как мы его будем делать? Смотрите, здесь у меня огурчик мелко нарезан. Наш лук замаринованный. Белок именно сваренного яйца. Курочка копченая. И майонез. Это все размешиваем. В форме такого гнезда. И теперь по бокам вот здесь буду картошку выкладывать. Теперь для яиц наших съедобных смешиваем желток нарезанный, натертый сыр, чеснок и майонез. Все такое вот гнездо. Яички, все. И попробуем, скажу, как это на вкус. Курочка копченая. А сегодня я вам расскажу о своем уходе за телом. С телом я решила еще включить уход за руками. Вот. И сейчас буду об этом всем вам рассказывать. Мои хорошие, вот расскажу вам о своем уходе именно за телом. Все, конечно, прекрасно знают, что есть разнообразные гели для душа. Я ими всеми пользуюсь. Обожаю вкусно пахнущие и разные гели для душа. Но сегодня не об этом. Смотрите. В уход за телом я включила уход за руками. Получается, я пользуюсь косметикой Mary Kay. Мне ее мама подарила. Она вообще пользует... Она занимается этой косметикой и продает ее. Поэтому уход за руками у меня будет всегда одинаковый. Тут получается скраб, парафин и крем для рук. Парафинчик наношу на руки на минут 10. После парафина скраб. И потом после скраба уже кремушек. Так. Также у меня есть такой вот лосьон для тела. В принципе, он мне очень сильно нравится. Он очень классно пахнет. Очень быстро впитывается. И ноги после него шикарные. Вот этот лосьон я, получается, его использую для ног ниже колена. Вот. И моя самая любимая линейка. Это, конечно, все Атлетик. Сейчас покажу. Самая любимая линейка, которую я полюбила. После того, как на Новый год заказала себе вот этот набор из трех средств за 3000 рублей. Вот. Получается, у них каждая баночка стоит по 990. Что скраба, что обертывание. Как это все у меня по порядку действует? Во-первых, скажу, что я экономлю. Так как у меня нет часто денег на это, я экономлю. И, например, вот. Крем-корсет, да. И им нужно пользоваться каждый день. Я пользуюсь раза в три в неделю, потому что экономлю. Сейчас у меня закончился уже этот скраб для тела от целлюлита. Это соляной скраб от целлюлита. Получается, это первое, с чего мы начинаем уход за собой, за бедрами, за ляжками от целлюлита. Скраб. Пока не растворится вся соль, пока скраб не растворится, делаем массажными движениями такие вот массажики скраба. Он офигенный просто. Им нужно пользоваться три раза в неделю. Я, может быть, только один пользуюсь. Сегодня мне пришел новый скраб, потому что тот закончился. Я взяла лайм-имбирь. Я хочу попробовать разные. И я его еще даже не открыла. Открою, вам покажу, какая консистенция. Сегодня займусь как раз этим. Так, второе после скраба у нас идет обязательно обертывание. Получается, смотрите, после скраба я смываю его, вытираюсь насухо, наношу обертывание. Смотрите, наношу на бедра, на ляжки и заворачиваюсь в пленку и хожу так минут 30. Некоторые даже хорошо бы минут 40 держать. Именно после скраба он действует намного лучше. Вот. И завершающий момент это крем-корсет. Получается, тоже, когда смыли обертывание холодной именно водой, наношу этот крем-корсет. И у меня его тоже осталось мало, но на данный момент я заказала только скраб. Кремушек еще пока пусть. У меня пока нет на это средств. Спасибо, Витя, что разрешил мне купить скрабик. Вот. И крем-корсет. После этих всех процедур, даже не говоря о целлюлите, кожа просто стала очень гладкой, нежной. И ее даже очень приятно трогать. Она очень приятной стала. Целлюлит у меня стал вообще просто уходит на глазах. Просто самое главное правило все-таки не есть сладкое. Как бы не пользовались средствами от целлюлита, все-таки питание нужно поддерживать. Но это те средства именно, которые рекомендую я. У этой фирмы еще есть, чтобы экономить скраб как раз-таки. Есть щетка для массажа. Думаю, вы слышали об этих щетках. Но тоже пока финансов нет. Я пока только скрабом пользуюсь. Но думаю тоже себе подобрать щеточку. Пахнет офигенно. Прям вот имбирем. Вот такой вот скрабик. Он достаточно твердый. Он солевой, соленый. То есть это не сладкий скраб. У них есть и сладкий, но мне соленый как-то больше нравится. Все у них сделано из натуральных ингредиентов. Летик это компания, которая работает по всему миру, доставляет по всему миру свой товар. Но у нас в городе, слава богу, открыт их филиал. Поэтому у нас в городе можно без доставки. У них все есть в наличии. Вот. Если вдруг захотите приобретать эту продукцию, то вот. Просто в инстаграме можно найти Летик Раша. Или там просто наберите Летик и вам выскочит. Может быть даже в вашем городе есть филиал. Вот. Следующее. Мое для ухода за телом. Это вот такие средства. Эти уже заканчиваются. Эти мне мама подарила. Получаются те же самые. Вот у меня на запас. Так, что это? Это гаммаж для тела и шоколадное обертывание от растяжек. Оно подтягивает кожу, там все такое. Я их использую на живот. То есть я живот массирую этим гаммажем в душе. А потом делаю вот такое вот шоколадное обертывание. Тоже я замечаю, что у меня намного красивее стал животик. Так как после родов все-таки у меня очень много было растяжек. Вот. Очень даже хорошенький. Но растяжки до конца не уходят. Чтобы от них избавиться, нужно было, во-первых, во время беременности пользоваться. Во время беременности нужно было пользоваться кремами. Я когда была беременна, я еще, знаете, даже не углублялась в эту тему. Я многого не знала и просто один раз утром проснулась, а у меня на весь живот синие растяжки. Это было ужасно. После родов, конечно, они потихоньку проходят и в итоге становятся такими прозрачными. Но на солнце их может быть хорошо видно. Либо при каком-то ракурсе света их все равно видно. Чтобы от них избавиться, я помню, был такой рецепт. Таблетки мумио какие-то. У меня что-то тренд пошел, с подругой общалась, которая тоже родила. Получается, таблетки мумио там на кофемолке развели и с вот этим детским жирным кремом получается. Это все развели и мазать живот этим нужно каждый день. Я, конечно же, не смогла этого делать, потому что крем, во-первых, жирный, во-вторых, нужно ждать, наверное, час, чтобы оно как-то впиталось, а потом это все смыть. То есть это очень неудобно и как-то мне это не хотелось делать. Я просто наплевала. Мне и так мой животик нравится, поэтому, знаете, стараюсь делать хотя бы вот такое. Вот это намного приятнее, знаете, гаммажиком пройтись и обертывание сделать. Вот. Обертывание, конечно, для тела это вообще самое классное. Я еще, знаете, вечерком в ванне сделаю обертывание себе на живот, вот это на ляжке, все, и такая, стою в ванной, и это прям кайфово. Когда ты потом принимаешь холодный душ после этого, это вообще классно. Вот это все средства, которыми я пользуюсь, и сегодня прям с радостью буду пользоваться новеньким скрабом. Буду сегодня с вами прощаться, так что всем пока-пока. Спасибо, что были со мной сегодня. Ставьте лайк. До скорых встреч.